Добрый день, Патя! Традиционно, к празднику 17 ноября Дню Молодежи, библиотека Донецкого национального университета проводит такие выставки творческих людей. Вы один из творческих людей, которые очень с необычным творчеством. Расскажите, пожалуйста, откуда пошло Ваше увлечение, как Вы пристрастились к этому? Еще в начальной школе мама привела меня на один из кружков в Доме творчества. Я посмотрела на весь этот процесс, мне понравилось, вот так и пошло. И как давно Вы этим увлекаетесь? Сложный вопрос. Наверное, лет 5-6. А вот Ваше увлечение. Много времени у Вас будет? Относительно немного. Какая-то часть свободного времени, ну, час можно выделить из всего оставшегося времени, которое у меня есть. Давайте отличим, какое Ваше увлечение? Вязание. Вязание чего? Вязание игрушек в основном. А вот дома, как относятся к Вашему творчеству? Ну, может быть, близкие, подруги, друзья, ну, как обычно, порицают, с интересом следят. Какое их отношение? Близкие, с явным одобрением. Если ребенок чем-то занимается, это хорошо. А знакомые, друзья, ну, с таким интересом. Как это получается, как это делается. А Вы свои работы дарите? Да, в основном дарю. А свои творческие выставки, о таком Вы не задумывались, о каких-то таких, такого проекта, сделать персональную выставку? Персональную нет. Я отдавала на выставки, в тех же домах творчества, но не было там. А идеи, откуда у Вас приходят, это что, интернет, чьи-то заимствованные, где-то что-то посмотрели? Или что-то свое родилось? Ну, иногда бывает свое. Что-то вяжется, что-то делается, так потихонечку, и потом какой-то образ вырисовывается. Но чаще это друзья там что-нибудь сказали. О, а ты не хотела пробовать это? Что-то начинать. Или там в мультфильме какой-то герой понравился. В основном такое. А хотела ли Вам что-то еще, ну, в чем-то себя попробовать в каком-то другом творчестве? Что-то может быть сроднее, там, что-то бы Вас увлекло бы так еще, пока еще только здесь? Ну, вообще скульптура, ну, скульптура много материала и денег, поэтому пока это все только в процессе. А, кстати, это увлечение материальных затрат требует больших? Ну, относительно больших. По сравнению с связанием побольше. Вот, так как у нас будет выставка проходить в холле, а Ваши пожелания вообще, такие выставки нужны для общества? Конечно, нужны. Когда все-таки показывают, что люди очень разносторонние, это хорошо. Могут люди показывать то, что им нравится, то, чем они увлекаются, помимо учебы, работы. Поэтому, я думаю, это хорошо. Спасибо Вам за интервью. Спасибо. Вам творческого вдохновения. И чтобы у Вас все-все слабое, значит, только положительное. Спасибо. Спасибо. Спасибо.